Ярмарочный сюрприз. В Нижегородской области нашелся еще один знаменитый пагаус. Напомню, после долгих споров два пагауса на стрелке были признаны архитектурной ценностью. А все из-за спрятанных внутри металлических конструкций, которые в 1896 году служили павильонами для всероссийской промышленной выставки на ярмарке. В советские годы их обнесли кирпичом и превратили в склады в порту. А когда началась подготовка к Чемпионату мира по футболу и склады было решено снести, внутри обнаружили ажурные конструкции. Однако выяснилось, что один из павильонов той знаменитой ярмарки был вывезен со стрелки. Нижегородский промышленник Дмитрий Сироткин перевез павильон на левый берег Волги, на обор, и начал там строительство завода Нижегородский теплоход. Сейчас пагаусы, стоящие на стрелке, реконструируют и приводят в порядок. Они станут одной из достопримечательностей новой стрелки. А вот на Бару склад со спрятанным внутри наследием ярмарки стоит заброшенный. Ажурные металлоконструкции установлены, обложенные кирпичом. Получился такой цех. После ярмарки 1913 года на баржах, я полагаю, сюда было перевезено. Сироткин Дмитрий Васильевич, вот он, привез это здание. Бразильский пассаж, вот он слева, его конфигурация. Привезли с Нижегородской ярмарки, остров. В каком состоянии? Конечно, не в таком вот целиком. Тоже, наверное, разобрал. Тоже, наверное, взял только элементы какие-то. И только после войны уже обложили кирпичом. И превратился уже в судостроительный цех. Вот видно, что она на клепках, несварная. И поэтому достаточно крепкая. И металл достаточно хороший. В общем-то, даже особо-то ржавчины нигде нету сильной. Крыша этого павильона изготовлена из какого-то древесного южного материала. И не знаю, что это пальмы. Практически сто лет она простояла без каких-либо серьезных, радикальных разрушений. Подгаузы на стрелке сейчас освободили от кирпича. И стоит эта металлоконструкция. В общем-то, ее видно, что она достаточно симпатичная. И все внимание направлено туда, на эту конструкцию. А здесь аналогичная конструкция пропадает. Он находится в таком месте, в производственной зоне. И тут уже, в общем-то, все нацелено на прибыль. А прибыли от этой конструкции предприятия, собственно, никакой. Кстати, собственником этого пагауза вместе с ажурной конструкцией внутри сейчас является коммерческая фирма. Как сообщили представители завода, хозяева готовы продать конструкцию буквально по цене металлолома. Но желающих выкупить ее пока нет.